93-й год. Вы работали со Светланой Сорокиной в эфире, да? Во время расстрела Белого дома. Да. Расскажите, пожалуйста, что-то вспомните об этом моменте. И был еще такой Валерий Виноградов. Просто сейчас ныне забытый человек. Он замечательный. Он сейчас не журналист, по-моему. Он после этого долго работал нашим собственным корреспондентом в... После Цветова собственным корреспондентом в Японии. Цветова помню. Очень хорошо. Мы были втроем, менялись. Цвета, Валера и я работали. Да, вот этой критической, я бы сказал, судьбоносной ночью в начале октября 93-го года работали. Причем это был для меня первый раз, когда я вел непосредственно программу. То есть не появлялся с записанным текстом на 12 секунд. Когда я вел программу без суфлера, без фига. Просто вот появлялся. В свитере в желтом я был, как сейчас помню. Потому что я был на даче. Когда же мобильников не было. Вы примчались с дачи в желтом свитере. Я примчался с дачи в желтом свитере домой. Мне теща сказала, что вот тут переворот. Значит, я помчался в Останкино, как был, не переодевшись. В этом желтом свитере вышел в эфир. Вот. И попсовали к Максимовичу замечательному председателю ВГТРК. Отцу-основателю ВГТРК вместе с Александром Ильичем Лысенко. Это тогда была двуголовая, тогда такая прекрасная гидра. Если гидра может быть прекрасной. Но это была. Олег Максимович меня направил в эфир. А ему звонил Виктор Степанович Черномырдин. Который в любой ситуации был комельфо. И без галстука его нельзя было себе представить просто. Он звонил вот в этот вечер, когда вообще неясно было, чья возьмет. Может, его завтра повесят к ядриням и Виктора Степановича, и всех нас. Он звонил попсову и говорил, почему у тебя звонит за свитере? Хорошо. Было о чем подумать? Да, да, да. Были люди в наше время. А в тот момент, когда штурмовали Останкино, когда толпа окружила телецентр, вы были внутри или снаружи? Нет, я был вообще не в Останкино. Я был на Яме, на Ямском поле. И туда к нам приехали ребята из Останкино. Потому что в Останкино шел просто бой. Просто бой. И они переехали к нам. И они примчались к нам, и мы стали выходить из резервных студий. Вот тогда, первый раз, пошел эфир из Ямского поля, с Ямы так называемой. И я выходил с Ямы. И канал тогда уже, после этого уже переехал туда? Канал после этого переехал туда. Вот, и мы выходили оттуда. Из Шаболовки еще был эфир. Вот. И у нас тогда не было ни охраны, ни ограды, ничего. У нас были невооруженные менты. Вот. И если бы эти ребята до нас дошли, которые тогда маршировали по городу со свастиками... Баркашовцы-макашовцы. Да, зиговали. Это все не такие шутки. Это сейчас все принято считать, что расстрел парламента, и все. Это как взятие Рейхстага. Как будто вот на нас напал Гитлер, и сразу взяли Рейхстаг. И все. Да. А между этими двумя событиями как бы ничего не пролегло. Включая 30 миллионов без малого потерянных жизней. Вот точно так же, ну, абсолютно другой масштаб. Но параллель, тем не менее, что вот как бы некие события, и потом сразу, и потом расстрел парламента из танковых пушек. Нет. Не так все было. Очень часто я замечаю это как масштаб опасности, с которой в какой-то исторический момент борются там те или иные силы, он очень сильно с историей быстро исчезает, сокращается, ужимается. И остается только претензии, ну почему же он отдал приказ? Да, да, да. Силы, которые противостояли Борису Николаевичу и Кремлю, это был не парламент. Это были вооруженные штурмовики с нацистской символикой, с нацистским поведением и с нацистской идеологией. И если бы они пришли к власти, то наше дальнейшее будущее было бы, мягко говоря, непредсказуемо. Я бы не хотел сейчас об этом говорить, потому что это отдельная тема, очень серьезная и глубокая. И по поверхности сейчас мы с вами пройдемся, это мало что даст.